Сегодня пресс-служба Главного управления МВД по Свердловской области в лице своего командующего полковника Валерия Горелых сообщила о крупном, весомом и потенциально многомиллионном успехе совместного наркоборчества с коллегами из Новосибирска. Полицейские подняли такую закладку, что закачаешься более 30 килограммов веществ в ассортименте стоимостью примерно с один подъезд Хрущевки. Оперативная информация вывела на тайничок, который скромно рос в себе в лесочке у московского тракта между Дружинино и Ревдой, точнее и официальные на 297-м километре автодороги Пермь-Екатеринбург. В нескольких полиэтиленовых пакетах нашлось около 4 килограммов неуточняемых психотропных веществ, около 5 килограммов, грубо говоря, мифедрона, это в 10 раз выше порога особой крупности, и более 21 килограмма гашиша, а это два с лишним особо крупных размера. Мы, признаться, уже много лет не сталкивались с когда-то неприжившейся практикой оценки объема наркотиков еще и в средних разовых дозах, но полицейские нет-нет, да прибегнут к ней. И на этот раз их оценка составила 35 тысяч таких доз. Общей стоимостью на подпольном рынке порядка 60 миллионов рублей. Хозяин клада и тот, кто должен был стать его новым хозяином, насколько мы понимаем, сейчас точно неизвестны, но полицейские не теряют надежду и того, и другого установить. Для того, чтобы сделать это было проще и надежнее, по факту произошедшего возбуждена самая строгая антинаркотическая статья 228.1, часть 5. Та самая, что в пиковом случае предусматривает за сбыт в особо крупном размере пожизненное заключение. А так, от 15 до 20.